Здравствуйте! Меня зовут Элина. Продолжаю готовить блюда из дикой малины. Ссылки на все рецепты, которые уже есть на моем канале, я как всегда оставлю в описании под видео. А сегодня у меня кекс творожный с малиной. Для кекса нам понадобится мука, я ее уже просеяла, ягоды свежей малины, сахарный песок, маргарин. Если вы его не используете, то заменяйте сливочным маслом. Ворог, можно взять любой жирности и любой консистенции. Свежее молоко, яйцо среднего размера и разрыхлитель для теста. Все продукты, которые будут использоваться, должны быть комнатной температуры. И поэтому их нужно заранее достать из холодильника. Вот, например, чтобы маргарин стал мягким. В емкость, где будем замешивать тесто, помещаем маргарин, всыпаем сахарный песок. И растираем ложкой до однородного состояния. После того, как маргарин с сахаром соединились, в миску отправляю яйцо. И тоже размешиваю. Если ложка мешать неудобно, можно воспользоваться венчиком. Теперь добавляем творог. И тщательно растираем. Творожные крупинки в тесте меня не смущают. А вы при желании можете протереть творог через сито или пробить в блендере. В муку я всыпаю разрыхлитель для теста и перемешиваю. Тесто для кексов готовится очень быстро. Поэтому уже сейчас ставим духовку разогреваться до 170 градусов. Ввожу молоко. И соединяю его с другими продуктами. Сразу всю муку в тесто я не добавляю. Буду размешивать и следить за консистенцией теста. Подсыпаем очередную порцию муки и размешиваем. Мешать его долго не нужно. Продукты объединились и достаточно. Посмотрите, какой в итоге плотной консистенции должно быть тесто. Оно с ложки падает с трудом. Выпекать кекс я буду в силиконовой форме. Смазывать ее ничем не буду. Выкладываю тесто в форму. Сначала небольшую его часть. Размазываю. Выкладываю ягоды малины. И слегка утоплю их. Но не сильно. Так, чтобы малина не помялась. Сверху на малину укладываю оставшееся тесто. И разравниваю его. Мне это удобно делать силиконовой лопаткой. А вы можете делать это ложкой. Поверхность теста я разровняла. И отправляю его выпекаться в духовку. На вторую полочку снизу. Режим вверх-вниз. Кекс выпекался в духовке 55 минут. Его поверхность потрескалась. Но это нормально. Так и должно быть. Готовность кекса я проверила на сухую зубочистку. Втыкаю ее в кекс и вынимаю. Если она выходит сухой, значит все готово. Готовый кекс сразу из формы я не вынимаю. Даю ему постоять 15 минут в форме. Чтобы вынуть его из формы, форму я накрываю тарелкой. И переворачиваю. И кекс остается на тарелке. И теперь освобожденный из формы кекс я остужаю до комнатной температуры. Но попробуем мы его чуточку позже, когда он полностью остынет. Давайте уже разрежем наше произведение и посмотрим, какое оно внутри. Вот я сейчас разломлю его и покажу, какая структура теста получается. Тесто влажноватое. Кекс не сухой. Плотная консистенция. Я попробовала. На вкус этот кекс не слишком сладкий. Как раз как я люблю. И он имеет ярко выраженный вкус малины. Видите, какая пористая у него структура. Попробуйте, приготовьте этот кекс. Он вкусный.